нас встретила очень хорошая погода классные падающими листочки уточки плывущие по дороге и махающие здорово что вы приехали и сегодня у нас классная интересная тема которая очень многим иногда кажется непонятно что же такое вообще бизнес-инкубатор как это угрыз какие возможности он дает и самое главное для чего то есть кто может стать участником бизнес-инкубатора сегодня мы будем говорить о бизнес-инкубаторе а также я немного расскажу на сравнении с другими способами ведения бизнеса больше чем они отличаются и кто может 10 до переключать или мышкой или колесиком открывать то или другое и тот кто меня еще не знает да давайте же познакомимся меня все также зовут людмила хаман с 18 лет я частный предприниматель и люблю свободу выбора все что я когда-то поняла для себя это я готова брать ответственность и принимать самостоятельные решения безусловно в моем опыте есть периоды когда я работала и в госструктурах так и было наемным работником но по тем или иным обстоятельствам всегда я заканчивала тем что занималась любимым делом оцифровала это и монетизировал поэтому начинающим предпринимателям чтобы я хотела пожелать с чего стоит начать это как раз принять решение и научиться брать ответственность на себя поскольку не может быть страна виновата курс доллара не такой язык не тот не могу выучить и так дальше то есть если осознанно подходить к открытию бизнеса то много вопросов которые нужно решать до открытия потому что само открытие бизнеса это всего лишь формальность которую можно решить с помощью специалистов их на самом деле много и я в том числе если у вас есть вопросы то обязательно обращайтесь пишите instagram или в личные сообщения я всегда на связи более пяти лет в польше здесь уже помогаю предпринимателям открывать вести свой бизнес имея действующую компанию после бухгалтерскому сопровождению компании действующих открыла более 100 компаний в польше и в обслуживании около 50 компаний на аутсорсинге по бухгалтерскому сопровождению трудоустроили мы порядка 300 сотрудников это сотрудники не только наши а также наших клиентов с разных стран поэтому имею право сегодня говорить нити и передавать не теорию а реально практически решение поскольку я сама как владелец бизнеса участвую в жизни и своей компании и своих партнеров участвую в операционной их недеятельности помогаем преодолевать мы клиентам какие-то их сложности задачи и для меня стресс это всегда возможности своим клиентам я тоже говорю не бойтесь трудностей не бойтесь каких-то сложностей это всегда возможность для роста поехали дальше и так сегодня мы с вами поговорим о том какие способы ведения бизнеса есть больше какая самая главная цель у бизнес инкубатора 5 значимых преимуществ бизнес инкубатора отличие работы с бизнес инкубатором по сравнению как я беру с другими видами деятельности пошаговый путь что необходимо сделать для того чтобы превратить свое хобби и мечту в бизнес чего нужно начать и также что в себя включить включает пакет обслуживания если у вас есть вопросы вы всегда можете дать не знать и в процессе презентации уточить для себя то что для вас не ясно договорились для меня тоже важно обратная связь я хочу понимать что вы понимаете о чем я говорю и чтобы вы ушли отсюда счастливы и довольны и побежали совершать все свои мечты достигать своих целей и так основные виды и способы ведения бизнеса это виднособова диальность господа чем украине поль и в беларуси это звучит как фоб или как чп кто может в польше открыть может ли иностранец открыть как вы считаете кто знает ответ может может совершенно верно сразу мне вопрос открыто вот он компанию может легко а счет расчетные следующие находятся удовольствие возможно а теперь еще раз мы говорим о едно-собовый диальность господавшей нет не каждый иностранец совершенно верно а кто может знаете карта поляка абсолютно верно еще у студенты да и что-то по браку да и если есть карта резидента если есть гражданство другого государства с стран евросоюза а также если все вышеперечисленное имеет ваш не партнер а здесь в данном случае должен быть заполнен студент официальной школы считается и так то есть если вы бы захотели открыть свою деятельность что должны помнить что у вас должно быть на это право и основание дальше а что делать если этого нет вы можете открыть спулку зо что такое спулка зо это общество с ограниченной ответственностью по русски может ли один человек открыть да может потому что иногда говорят нельзя конечно это влечет за собой определенные налоговые обязательства которые не очень выгодны если сравнивать едно особого диальность господавшей но при этом вы один вы принимаете сам решение вы и директор и учредитель так почему многие считают что этот способ ведения бизнеса сложных поскольку общество с ограниченной ответственностью имеет другую структуру и иногда сразу сложно понять то есть общество уже в корне имеет понимать общество то есть это что-то что создается как новая пробовая форма то чего раньше не было то есть если здесь вы являетесь фирмой и если грубо говоря не дай бог вас не стало то и фирма не стала в этом случае открывая спулку зо общества с ограниченной ответственностью если что-либо с каким-либо учредителем случается то он является только лишь учредителем если он имеет конечно какую-то часть долей обязательства все контракты и за все какие-то должностные забавензания по-русски обязательства открывает отвечает вот это новое созданное общество с ограниченной ответственностью репрезентанты с директор только лишь представляет интересы сколько команды этого очень часто спрашивают о ней но сразу скажу что она была интересно выгодно до 2021 года поскольку здесь ввели тоже налог цит на прибыль чего раньше не было поэтому она имеет более сложную еще структуру чем спулка зо и ее можно было использовать с целью налоговой себе оптимизации да но на сегодняшний день когда ввели сюда налоговые обязательства на прибыль такой же как здесь ну то эта форма ну перестала быть интересно но отдельно на ней все равно остановилась и и вписала так поскольку много они спрашивают ну и бизнес инкубатор собственно о нем немножко подробнее дальше итак главная цель бизнес инкубатора это помочь начинающему предпринимателю именно стартануть потому что самая сложность первое это принять решение после того как человек переборол себя так сказал все я могу я знаю готов задача бизнес инкубатор создать такие условия которые снимут с него проблемы формальности чтобы предприниматель занимался только лишь своим бизнесом поиском клиентов подписыванием договоров а проблемы юридические бухгалтерские легли уже на плечи самого бизнеса кубатора поэтому если вы хотите начать бизнес легко быстро безопасно и понятно то тогда это хороший вариант для старта вашей идеи и открытия бизнес какие главные преимущества так буду сравнивать с выше вымененными ранее это видно собова диальность господарция сполка зоо быстрый старт бизнеса действительно это быстро вы приехали в офис подписали договор и вы уже можете вести свою деятельность поэтому минимум формальности возможность получения вида на жительство примеру если бы вы открыли сполку зоо так то и если говорю о воеводстве мазовецким то получить вид на жительство в этом воеводстве очень сложно если вы будете иметь доли в компании так поскольку будут проверять не вас не ваш личный доход всю вашу компанию есть ряд требований которые молодая фирма просто на своем старте не может выполнить основной из требований это доход порядка 60 тысяч когда бы если вы были просто злотых в год когда бы если вы были работником вам достаточно показывать просто стабильный доход да и в бизнес инкубаторе вы являетесь юридически как раз и работником что позволяет быстрее и с меньшими формальностями получить вид на жительство юридическая бухгалтерская поддержка как я говорила что бизнес и бизнес инкубатор берет это на себя все эти хлопоты с бюрократии возможность работой на все территории с если вы открываете и заключаете договор с бизнес инкубатор который дейора находится в польше у вас открываются двери для всей европы ваши контрагенты могут находиться наверное даже в каждой точке силе пошутила уже мира ну и выгодная цена безусловно если сравнивать с с полкой то там юридическое обслуживание на порядок выше если бы вы открыли свою компанию плюс дополнительно вам надо было искать юридический адрес открывать счет и много много шагов которые вроде кажется и простыми действительно но что здесь пойти в банк открыть счет но надо знать в какой банк ведь в польше многие банки считают иностранца не резидентами а есть банки которые считают резидентами какие нужны документы чтобы вас считали резидентами это нужно заранее знать поэтому специалист который позволяет и ведет вас координатором называется он всегда ответит вам на эти вопросы и за ручку просто проведет скажет не переживайте ну и да выгодная цена на самом деле это очень доступно чтобы говорить о шагах на что что для этого надо как я уже говорила можно перебью предыдущий слайд где написано возможность работать на всей территории евросоюза все-таки евросоюза или мира мира или даже не левнирую инопланетяне россия россия мои клиенты нежелательны почему конечно еще такой один моментик добавить даже наверное как для пояснения иногда люди думают что они могут типа работать и у них тем самым появляется разрешение на работу там в каких-то других странах но это не так то есть работать имеется ввиду вести деятельность да да совершенно верно у нас так многие спрашивают а что я могу работать теперь по швейцарии типа открыть бизнес инкубатор в афер работе имеется в клиенте мои могут быть и зараза на верность мне на мой счет деньги могут поступать все-таки есть на самом деле страны там уже тиракера которые являются небезопасными и даже банковские структуры не позволят проводить эти платежи но мы сейчас не говорим, да, об этом мы говорим о экономически развитых, да, больше без разницы, откуда придут деньги, которые конвертируются, там, допустим, в рублях в злоты, да, и с этого заплатят шарологи, но бизнес-инкубатор, дая юридическую, бухгалтерскую поддержку, более того, берет на себя еще и риски, поэтому здесь позволю себе оговорить один очень важный минус всех бизнес-инкубаторов, это то, что не каждый договор будет подписан, например, если вы нашли какое-то помещение классное, и говорю вам, как есть, так вот, даже с жизни нашего бизнес-инкубатора клиенты приносят договор, говорят, мы хотим подписать, ну, безусловно, если бы вы были частным предпринимателем, вы бы прочитали и думая, ну, нет, мне уже, вот очередь моих клиентов, быстренько поставили бы подпись, читая и не читая, вы думаете о бизнесе, не думаете о формальности, так, и это нормально, это задача каждого, да, предпринимателя. Что же делает бизнес-инкубатор? Он, в нашем случае, берет это договор, так, и юридический отдел его оценивает, проверяет, смотрит, все ли там в порядке, и какие риски есть в этом договоре, наносит свои поправки, и ту сторону, может, это не устроит, он скажет, да нет, как это, мои условия это трехмесячная кауция, например, или, если вы растрагаете договор заранее, вы платите там штраф какой-то, там, не знаю, 10-50 тысяч, ну, неважно, да, сейчас не о цифрах, то есть риски, которые вы могли бы понести, будучи пока неопытным, в силу, возможно, даже незнание языками, вам сложно просто прочитать это договор, то здесь на себя берет это все бизнес-инкубатор, все это анализирует, да, и вы можете учиться на этом, да, то есть, ага, действительно, я бы на это не обратил внимания, и на это не обратил внимания, то есть, это очень хороший старт и обучение себя, как предпринимателя. Так, пошаговый путь, как мы говорили, что все это очень просто, подписываем договор лично или без присутствия, на самом деле, бизнес-инкубатор дает такую возможность, вам не обязательно приезжать в офис, можно договор подписать и дистанционно при случае, конечно, потом передать оригинал подписанной почтой. Что дальше? Для вас будет открыт счет, сказать, что это будет легко, да, это будет легко, потому что вместо вас это будут делать работники, и согласно закону права, вам все-таки нужно будет это подтвердить, что да, действительно, вы будете пользоваться этим счетом. Ну, было бы неправильно, правильно, в банке, чтобы кто-то в вашем имени открывал счеты, да, без вашего присутствия. То есть, знаю, что есть случаи, когда людям открывают счет, и они даже это не подтверждают. Поэтому здесь я бы обратила на это внимание, поскольку все-таки счет это оборот денег, за которые вы будете нести в дальнейшем ответственность. Если вы подписали, да, я согласен, что этот счет принадлежит мне, не совсем вам, так, в использовании, и что тот оборот денег, который там будет происходить, вы за него берете ответственность и знаете, что там происходит. Доступ к CRM-системе. Удобная CRM-система, которая позволяет вам следить о том, кто вам оплатил, иметь базу клиентов всегда под рукой, вы туда вносите своих контрагентов и следите за оплатами, если они не своевременные, вы с CRM-системой можете даже информировать и говорить, ай-яй-яй, прошли сроки, а ну-ка давай-ка оплати мне. Вот у меня вопросик, вы говорите, договор подписывать при участии бизнес-инкубатора о выставлении счета фактур, то есть это можно делать самостоятельно или тоже нужно согласовывать? Согласовывать, но вы выставляете, так, и бухгалтерия или сразу, то есть в практике бывает, что человек выставил, не отправил бухгалтеру, это пошло дальше. На самом деле люди, читая условия, не всегда следует. Поэтому в практике может быть так, что человек отправляет без одобрения, а потом всем рассказывает, что так и надо. Поэтому все равно одобрение должно быть. Если это систематически они не те же инвойсы не взяли его один раз и согласовать, что удал те или нет, если у него один и тот же инвойс, тогда каждый раз не надо. Да, вот это классно. Разрешение на работу. Это будет касаться только иностранцев, которые должны иметь право получить здесь работы. Так, когда мы приезжаем в чужую страну, мы имеем право здесь пребывать и иметь право работать. Это две разные вещи. Иногда люди это все путают. Иногда люди считают, что получив визу от работодателя, эта виза присваивается работодателям. Так, то есть есть вообще классный миф, мне сказали, что работодатели могли и делали это, манипулируя людьми, говорят, я аннулирую тебе визу. Ребята, будьте внимательны и слушайте внимательно. Виза никогда не может быть привязана к работодателю. Разрешение на работу, да, но не сама виза. Получение вида на жительство, так, благодаря тому, что вы будете работать, показывать постоянный свой стабильный доход. Это является одним из самых удачных, быстрых и гарантированных способов для получения большего вида на жительство. Получение оплат за выполненные работы. Так, ну, как мы уже говорили, вы выставляете счет, так, получаете на свой субсчет деньги. И самый главный момент, о котором вы должны подумать, прежде чем подписать договор с каким-либо бизнес-инкубатором, это на какой же умове, умова это договор, я буду выводить свои деньги. Здесь есть три основные, два основные, умовозлицение, умовое дело. Почему сказала три, есть умова операция, не встречала ни одного бизнес-инкубатора, который был, работал с умовой операцией, поэтому сегодня о нем не говорю. Два основных, умовозлицение, умовое дело. Чем они отличаются? Они отличаются налогами. Есть виды деятельности, которые могут подпадать под умову от дела, а есть виды деятельности, которые не могут. Что нужно заполнить? А, вы знаете, чем отличаются? Кто знает две эти умовы? Ну да, то есть систематически повторяющиеся действия. Совершенно верно. Или это получается? То есть самый простой способ это умовозлицение, это то, что повторяется, повторяющиеся действия. Я крашу, я пеку, даже если я пеку. Разные торты, я стригу. Мои действия повторяющиеся, это всегда будет умовозлицение. А если это умовозлицение, это ЗУЗ. Что такое умовое дело? Это договор результата. Это IT, это дизайнеры. То есть что-то он создал с авторским правом, то, чего раньше не было, имеет на это свое даже авторское право, поэтому там очень доступны налоги 8,5 или 13,6. Все зависит от того, перенесли ли вы авторские права. Скажите, какие были вопросы? Вот у меня есть вопросик, да, да, если мы как бы предыдущего инкубатора, они в основном на улове дела, да, работают. Ну, вообще, вот так вот, даже если просто дойти в интернет, я там, скажем, читала, вообще ничего не знала, что везде такие вот, ну, как сказать, ходят слухи, что у жен не очень хорошо относятся к этому договору. Ну, могу представиться, что, почему разница. Действительно, есть миф, когда, возможно, даже когда дают какие-то гарантии, что по умове от дела можно получать карты. Безусловно, можно, но эта умова от дела, она должна быть не просто умовая от дела, а хорошо проработанная. То есть в ней должен быть характер и хромонограф, который показывает, что ваш труд реально должен быть выполнен, например, в течение года. То есть хромонограф должен показать, что каждый месяц это является не результатом, а кусочком всего большого результата. То есть, например, написание лендинга, который занимает 10 минут или 15, не может быть, так, ну, то есть он тоже понимает, а быть там project-менеджером, который координирует где-то какой-то огромный проект и так дальше, так, то, конечно, здесь можно это показать. И потом в ужин, что обязательно предъявлять подтверждение. То есть каждый месяц доносить оплату. Ну да, я получил средства, минимум для сейчас Мазовецка это 2,800, то есть я получил доход бруто. При этом, кстати, чем еще не отличается, что ЗУЗ вы здесь не будете иметь. Хотела тоже обратить ваше внимание, что такой государственной страховки здесь на умове дела не будет. На умове излицения выше процент порядка 40 от вашего дохода. Но здесь у вас будет страховка государственная. Вот. А можно в процессе менять как-то периодически, поработать сначала на таком, потом перейти на такое? Очень классный вопрос. Смотрите, когда вы получаете вот это разрешение, о котором мы говорили, да, в этом пункте, то если вы получали на умову от дела, то всегда можно без дополнительного разрешения работать на умове, которое является более как бы не выше, а как это получается, безопаснее для работы, лучше, да, да, как бы более, ну, лучше, можно сказать, так. Умова, если у вас есть разрешение. Ухочется условие нельзя ухочеть. Да, умовы излицения на умове дела вы не можете работать и надо просто получить дополнительное разрешение на эту умову. Либо по окончании действия той умовы. Да, может ли, часто задаваемый вопрос, а можно ли одновременно? Вопрос, что вы делаете? Если это одна и та же работа, ну, нет смысла. Если это что-то другое, да, вы можете иметь две разные умовы, более того, даже от разных работодателей. Я просто вижу такую, ну, та же, как сказать, фишку такую применимую, которая может быть клиентом, они тоже на начальном этапе не могут сориентироваться, что им выгоднее, да, потому что если люди все-таки едут с детьми, то, конечно, это умовы излицение будет лучше, потому что будет ЗУС и, ну, будет на всю семью ЗУС. И в том числе можно будет рассчитывать на пособие тоже от государства, да, если человек не платит, ну, вот, например, если это семья, то, может быть, тогда одного можно на один договор, а на другой на другой, чтобы не переплачивать налог. ЗУС-то будет от одного на всю семью, да, а второй, ну, вот, пожалуйста, с укропом лучше сэкономить налог. У тебя тоже. Мысли эти тоже приходят, а иногда даже не сразу, можно иногда как бы сориентироваться. Есть еще по авторскому праву вопрос. Вот, ну, насколько я знаю, по российскому законодательству, то есть, ну, авторское право, оно неотъемлемое, да, есть право на коммерческое использование, да, ты ему можешь передать, тот, кто получает деньги. Но как можно сказать, например, что эту книгу написал бизнес-инкубатор? Нет, вы права на книгу вы оставляете у себя, а на выполненное это вы взяли у нового дела и сделали результат, написали эту книгу, так? Но обычно я забираю эти права, тот, кто заказал, заказчик, забирает права на коммерческое использование, а у автора остаются авторские права, которые, что я ее написал, а что туда уходит инкубатору? В данном случае могу так сказать, что подписывается договор, так, и вы в этом договоре просто можете не переносить это авторское право и 14,5% заплатить налог. А ваше отношение между заказчиком, так, урегулировать уже там по договоренности, потому что здесь же вы выплачиваете деньги в бизнес-инкубатор вам, так, а вопрос, как вы урегулируете авторское право, которое будет ли защищено отдельно вашим заказчиком или нет, это уже ваши договоренности могут быть между заказчиком. Что включает в себя пакет, так, о чем вы не заботитесь и не платите? Открытие счета, бухгалтерское обслуживание, юридическое сопровождение, CRM-система, координатор. Так, и вопрос, на чем же зарабатывает бизнес-инкубатор? Да, очень часто спрашивают, а зачем? Зачем столько вот они трудятся и прям все 0-0-0-0-0, да? Где же эти звездочка и где же эти маленькие буквочки в договоре? Вот, на самом деле есть действительно оплата, она не зависит от вашего оборота, она является лишь абонементом. Вы платите абонемент и он часто зависит еще от ваших условий, у каждого бизнес-инкубатора он свой, на территории Польши неизвестны от 250 до 500 злотых абонементская плата в бизнес-инкубатор. Если вам будет интересно, сколько стоит это у нас, обязательно можете спросить. В личных сообщениях, подписавшись на наш канал и так дальше. Вы знаете, что там делать, колокольчики, лайки и вопросы. Ну вот и все. Если у вас нет вопросов, то я вас призываю долго не думать, потому что, знаете, 72 часа, если прошло, и вы не реализовали все свои желания, то они отходят. И ваши мысли наполняются уже чем-то другим, возможно, чьими-то другими мыслями, чьими-то другими целями. И вы будете проживать жизнь, реализуя чьи-то цели. Или начнете принимать решения и реализовывать цели свои. И осуществлять свои желания. Поэтому стартуйте легко, быстро и надежно вместе с нами. Спасибо. Продолжение следует...